Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам про новый осенний сезон, который продлится с 21 по 28 марта. Но прежде чем начать, хочу рассказать поподробнее про игры фестиваля. Итак, что же требуется для того, чтобы пройти сезон на 100% и получить два призовых автомобиля? Во-первых, вам необходимо пройти еженедельный фарзофон, о котором я рассказываю каждую неделю. Во-вторых, от вас потребуется пройти все ежедневные испытания фарзофон. Но доступ к ним открывается постепенно, каждый день. Испытания достаточно простые, поэтому акцентировать ваше внимание на них я не буду. Для тех же, кто испытывает трудности с техниками, в правом верхнем углу я оставлю сноску на мой гайд по техникам. Следующее, что от вас потребуется, это выполнить сезонные выходки, а также пройти сезонные чемпионаты. В целом, награды здесь оставили одинаковые призовые игры и призовые суперигры. О самых интересных наградах я буду рассказывать в каждом из роликов. Самое сложное здесь это командные гонки и игровые площадки. На игровых площадках главное подобрать правильный тюнинг. А вот командные гонки это немного другое дело. Здесь от скилла зависит не так много, как от самой команды. Очень часто сталкиваюсь с тем, что выхожу на первые места, а команда абсолютно не старается и мы не набираем нужное количество очков. Здесь могу дать небольшой совет, чтобы не тратить свое время. Спустя небольшое время после старта, если вы увидели, что гонку вам не выиграть, просто выходите и начинайте новую. Если вы проиграете первую гонку, то я не вижу смысла тратить время на оставшиеся три гонки. В общем, здесь уж как повезет с командой. Следующие два испытания относятся к серии сезонов, то есть проходятся раз в месяц. В первую очередь от вас потребуется победить ежемесячного соперника. Здесь ничего сложного, переходите на вкладку соперники и выбираете любого. А вот для второй части испытания вам потребуются ранговые гонки. Самые большие сложности будут испытывать новые игроки или игроки, которые не играли в ранговые гонки. Вам потребуется сначала открыть ранговые гонки, то есть покататься в командных приключениях. После этого от вас потребуется пройти 10 квалификационных заездов. Ну а после этого вам откроются уже ранговые заезды. Мне для зачета испытания хватило одного заезда. Думаю, я максимально подробно рассказал вам о прохождении сезона. Самая же большая проблема, которая возникла после обновления 7, это постоянные вылеты. С этим пока, к сожалению, ничего не поделать. Гневных комментариев на форуме просто куча. Единственный совет, который могу дать, это проходить испытания после 11 вечера по Москве. За 3 часа игры у меня случился всего один вылет ночью. Ну а своё мнение о разработчиках вы можете высказать в комментариях внизу. Давайте перейдём к прохождению осеннего сезона. Думаю, останавливаться на испытаниях Fortune Island я больше не буду. На прохождение сезона они не влияют, да и награды там каждый раз одинаковые. Лучше расскажу вам о наградах, которые можно получить на основной карте. За первое место против драйватаров уровня эксперт в кольцовом автокроссе в депо вы получаете автомобиль DS3 Racing. А за первое место в чемпионате осенних игр 7 серии вы получаете золотистую ковбойскую шляпу. В остальных сезонных чемпионатах вы получаете призовые игры и кредиты. Ну а теперь давайте расскажу вам про новый недельный фарзофон. Первое испытание называется Титаник. Для его выполнения вам потребуется автомобиль категории экстремальные внедорожники. И всё, что от вас потребуется, просто выехать из гаража. Второе испытание называется Брызги из-под колёс. Для его выполнения вам понадобятся заезды автокроссовой серии. На карте они выделены зелёным цветом. Ну а потребуется от вас завершить 5 заездов этой серии. Следующее испытание называется Неукротимый. Для его выполнения вам потребуются скоростные участки. А потребуется от вас набрать хотя бы 2 звезды за скоростной участок. Последнее испытание называется Воплощённый гнев. Для его выполнения вам необходимо продемонстрировать идеальную технику крах 10 раз. Здесь углубляться не буду, вам достаточно пару минут покататься и поразрушать всё вокруг. С испытаниями закончили, теперь переходим к наградам. Как всегда здесь можно купить призовую игру за 40 очков и призовую супер игру за 150 очков. Также здесь можно купить эпический автомобильный гудок фургончик с мороженым за 250 очков. И легендарную синюю футболку весельчак за 150 очков. Первый автомобиль, который здесь можно купить эпический. Это Chevrolet Colorado ZR2 за 600 очков. Ну а главный приз за этот фарзофон это легендарный Aston Martin DBR1 58 года за 650 очков. А на этом всё друзья. Не забудь оставить комментарий, подписаться и поддержать меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий. Субтитры сделал DimaTorzok